Следующий вопрос. Имеет ли право муж запретить своей жене выходить из дома на коллективные намазы или не имеет такого права? То есть то, что она обязана справиться разрешение, это понятно. Но если она разрешение спросила, может ли муж запретить или не может? В этом вопросе два мнения. Первое мнение. То, что этого делать не разрешается. То есть муж не имеет права запретить жене выходить на намазы в мечеть. И это мнение Умара ибн Хаттаба, а также его сына Абдулла ибн Умара. И это мнение придерживался Абдулла ибн Убарак, имам Малик, а также множество других ученых. Остальное второе мнение. То, что он имеет право запретить ей. И это мнение передается от имама Шафии. И его придерживался Абдулла ибн Абдулла из Ханбалитов. Первое мнение является правильным. То, что муж не имеет права запрещать жене выходить на коллективные намазы. И не надлежит в этом вопросе разногласить. После того, как сказал пророк, Если жена одного из вас попросила разрешения выйти в мечеть, то пусть он не запрещает ей. Сам пророк сказал, Пусть он ей не запрещает. Это хадис у Бухарии и мусульманных, а слух ибн Умара. Более того, там произошла история, ибн Умара с его сыном. Так или нет? Сын его Беляль сказал, А я, клянусь Аллахом, все равно буду запрещать. Ибн Умар что сказал? Другой сын, Салим, Салим рассказывает эту историю, говорит, Я никогда не видел, чтобы Абдулла ибн Умар так гневался и так ругался. То есть, никогда не слышал таких слов руганий. Так, как ругался ибн Умар после этих слов своего сына Беляля. И сказал, Я говорю тебе, сказал посланник Аллаха, а ты мне говоришь, Валлах, я буду запрещать. И посланник Аллаха сказал, не запрещайте им, а ты мне говоришь, а я все равно буду запрещать. И после этого пришло, что Абдулла ибн Умар больше не разговаривал с этим своим сыном до конца жизни. Вообще не разговаривал с ним. То есть, сделаем ему что? Хаджир. Бойкот сделал за то, что он распортировался с хадису пророка, саллаллаху алейху ассаляму. Халил Хафиз ибн Ураджев сказал ибн Ураджев, Валла лабудна минтахи динейбина из алямьяхов фитнеса на албараран. Но это непременно должно что быть ограничено тем, что если человек не боится смуты или вреда для своей жены, то есть, запустим, на улице небезопасно, или человек живет в небезопасной местности. И здесь уже нельзя говорить, что он не может ей запрещать, потому что он запрещает ей не поход мечеть, а запрещает ей, почему? Потому что ей опасность грозит, так на улице, например. Или посредством его выхода будет смута для других людей и так далее. Тогда он может запрещать в этом случае. Понятно или нет? И эта оговорка является хорошей. Говорит, сколько у Вильшихмал джиза о фельмах аля тихаулин талис. В этом вопросе еще и третье мнение оль карага, а это то, что нежелательно мужу запрещать жене выходить на намаз. Халаби и Балдурханаби для этого мнения придерживали в Теркве Ханбалиты. Данбир говорит примечание Идзахараджит альмар айлальмазджит фаяджиб алия антахруджа гайра мутатайиба. Если женщина вышла в мечеть, то она обязана выходить в мечеть что гайра мутатайиба. Так что нет на ней благовоний. Валя мудхира зинатага. И так что она не показывает на улице своих красот. Ли каулии салаллаху львасалям потому что пророк салаллаху алисаляма сказал Валякин Ли Ахручна Тафилят Но вы должны выходить так чтобы от вас не шло приятного запаха. Как я знаю слово Тафилят если я не ошибаюсь это женщина от которой не исходит приятного запаха. Ахрачил Абу Дауд Этот хадис приводит Абу Дауд со слов Абу Гуриры в офисахе альмуснат И этот хадис в книге Ас-Сахи альмуснат Валяковли салаллаху львасалям и потому что пророк салаллаху львасалям сказал Если одна из вас приходит на ночной намаз то пусть она не наносит на себя благовоний Этот хадис приводит имам Мусуль со слов значит муж не должен запрещать жене выходить на намаз на коллективные намазы кроме как если от ее выхода есть вред ей же самой или есть смута для людей тогда может запрещать и должен запретить в этом случае должен запретить Если женщина выходит из дома то при своем выходе она должна соблюдать все нормы шариата как должен образом покрываться и наносить на себя благовоний и тому подобное